всем здравствуйте меня зовут эдуард компании трейд мы сейчас находимся в городе уфа на складе компании трейд хотим представить вашему вниманию сидельный тягач фотон ауман но вначале немного коротко хочу сказать о самой марки фотон у нас в россии не так многие слышали про нее немногие знают хотелось бы сказать следующее что компания фотон начала свое существование в девяносто шестом году в девяносто восьмом году она вышла на шанхайский фондовый рынок что дало и дополнительные инвестиции активно начала компания развиваться из года в год занимала определенные премии в качестве работ в 2006 году компания фотон объединилась с компанией комикс американской компании комикс по производству двигателей что дало дополнительный толчок к развитию также в этот же период практически было объединение слияния скажем так с компании zf это германия все знают да что это лидер по производству коробка передач на сидельные магистральные тягачи и уже в 2012 году компании фотон произошло слияние с компанией даймлер даймлер мерседес опять-таки германии да вот что дало очень положительные результаты компания начала еще активнее развиваться компании даймлер сюда дала скажем наверное да свои технологии доступ к своим разработкам что повлияло положительно на развитие бизнеса и уже одиннадцать лет подряд компании фотон занимает лидирующей позиции в китае по экспорту коммерческой техники это и легкая коммерческая техника и среднетоннажная и магистральные тягачи у нас в россии опять-таки не представлен но хочу заметить что с 2014 если не ошибаюсь года компании фотон производит легковые автомобили ну там у них ассортимент пока не очень большой но есть пикапы есть кроссоверы есть внедорожники это кратко о компании фотон в россию компания зашла достаточно давно но слабо была представлена сейчас компания фотон рассчитывает в россии более 60 сервисных станций официальных дилеров которые в какой-то период работали пока по среднетоннажной техники но сейчас активно идет обучение и развитие этих дилерских центров на обслуживание крупнотоннажной техники в том числе магистральных тягачей более подробную информацию про про машины я думаю мы сможем вам изложить так как эти тягачи синий белый и еще сейчас нам должны прийти мы купили для собственных нужд эти машины будут обслуживать потребности нашей компании доставки наших фронтальных погрузчиков экскаватор погрузчиков вилочных погрузчиков по всей россии так что давай сделаем краткий обзор с улицей и вернемся сюда теплую машину так но продолжим наш разговор несмотря на то что холодно фотон ауман 460 сил на модели у них есть 410 450 470 но по факту 46 сил двигатель камин с 12 литровый коробка zf траксон по внешнему виду ну очевидно да на что он похож наверное повторяться другими смысл нету очень похоже на mercedes двери очень схожи с камазов скими дверями камаз к 5 хотя эта модель вышла у нас раньше именно этот тягач маленького другое исполнение был лидером в китае в 2017 году есть такая премия чайная траков за и этот тягач в 2017 году взял лидирующие позиции параметры были мощность надежность и экономичность что для нас очень перевозчиков до очень важный момент экономичность именно эта машина взяла лидирующие позиции в китае что еще внешне наверное хочется заметить что резина идет премиум сегмента дети это же резина идет на магистральные тягачи марки mercedes которая сборка в пекине компания фотон имеет 22 сборочных цеха по всему миру и эти тягачи не только тягачи вообще марка фотон поставляет свою коммерческую технику 110 стран мира все лучшие европейские бренды собраны в одну под контролем даймлер mercedes ну и руки силы и производственной мощности компании фотон те машины которые заходили в россию в 2017 году были жалобы на свет этого автомобиля но опять-таки технологии фары лет технологии идут вперед отличный свет на этой машине водители у нас сейчас проехали на них практически 7 тысяч километров с благовещенской дуфы но чуть меньше до 6 500 по моему 6 600 водители довольны качеством света довольны и шумоизоляции шли они ну там скажем забайкальский крае мурской области знают сейчас декабрь месяц морозно были морозы в дороге 42 45 градусов немного утеплили фольгозолоном но 42 градуса наверное это не то чтобы больше прихоть это ну скажем необходимость для любого тягача вот машина с очень высокой посадкой опять-таки вернемся ну не хотелось бы но вернемся к сравнению с автомобилями mercedes нового поколения и камаз к 5 посадка такая же высокая так по ступеням здесь на не очень чисто но все-таки машина имеет четыре ступени что достаточно удобно но все знают куда складывать обувь снаружи открывается только один ящик к остальным ящикам доступ изнутри зеркала с хорошей информативной зоны все очень хорошо видно опять-таки есть все-таки определенный минус о которых могу сейчас сказать зацепить спойлер есть ручка для открывания спойлера но он неподвижный есть определенное неудобство для доступа внутрь давайте тогда обратим внимание на панель приборов тут очень много кнопок функции блокировки заднего моста функции такая не знают наверное часто встречается сигнал уличный воздушный да и сигнал городской сам не переключить будет сигнал электрически небольшой кнопки управления круиз-контролем ну и эти же кнопки работают для добавления оборотов на холостом ходу подъем кабина здесь электрически этот замок кнопка замка от подъема электрической кабины обогрев зеркал фан-контрол с принудительным включением вентилятора это выключение пробуксовочной системы это тут тоже одна как одна из функций и редко встречаемой функции здесь есть регулировка наклона фар угол наклона фар вот на тягачах я такого пока не видел но здесь это есть не выходя из кабины можем отрегулировать фары так хочется отдельно затронуть коробку передач этого автомобиля само управление смещено назад на первых моделях которые завозились россию этот блок корпус находился неудобно и неудобно был переход с рабочей позиции в зону отдыха мешалась эта коробка и сместили назад что достал достаточно удобно наши кара водители довольно коробка передач как она переключается как у нее работает механический режим режим механики до вернее как работает режим механики и как работает в целом автомат как на легковых автомобилей есть функции кикдауна похвалили горный тормоз есть парашют он тут не фиксируется парашют торможение исключительно прицепом тягач не тормозит можно где-то притормозить прицепом там где-то необходимо коробка передач длинноступенчатый автомат с функцией механики в момент который стоит затронуть есть функция когда машина идет накатом под горку функции перехода в нейтраль то есть автомат так работает здесь что когда машина идет накатом под горку включается нейтральная передача салоны и качество отделки здесь очень приятная руль кожаные в кожаной оплетки и вот он прям на ощупь очень очень приятный не знаю из грузовых с чем сравнить но даже вы сравнивать с легковым автомобилем здесь очень приятный руль на ощупь машина оснащена магнитофоном он тут простенький с юсб но достаточно простой есть аукса выход есть юсби 4 колонки две внизу наверху 2 внизу куча всяких ящиков что очень удобно я говорю водитель уже проехал на ней скажем жил не больше недели ящики уже где-то заполнены очень много ящиков и они достаточно хорошо работают все вот прямо хорошего качества весь пластик обратим внимание то что в машине не пахнет нету какого-то запаха такого до ярко выраженного есть приятный запах новой машины но нету какого-то запаха пластика дешевого да все эти запахи отсутствуют тут пахнет просто приятно новая машина очень очень тонкой не сильно про зеркала я уже говорил что они очень удобные но опять таки у них нету большого кожуха большого чехла шторки как и на всех машинах до большие шторки и родные шторки тюли наверно стоило бы конечно сделать сделать из ткани поплотнее чтобы не было просветнуть чтоб свет не просвечивал но тут уже на любителя кто-то может это еще по мелочи скажем так добавить то небольшого роста кому надо подняться наверх есть такие ступеньки по прикуривателем 24 вольта 12 вольт и еще один прикуриватель на 24 вольта обратим внимание по поводу ящиков у нас тут находится ящик большой без доступа с улицы также ящик имеется естественно с пассажирской стороны но к нему можно пробраться как с улицы так из салона кратко мы обо всем рассказали но это очень коротко не обо всем что смог что смогли то рассказали на сегодняшний день что мы можем сказать давайте так про какие замечания да они очень несущественные но все таки есть то что сейчас появился первое же время маленький аккумулятор объем аккумуляторов аккумуляторы мы скорее всего для работы для своей работы поменяем но аккумулятор это все-таки дело такое да поменять их совсем не сложно нету холодильника но опять вернемся это такая комплектация без холодильника наверное можно будет заказать машины с холодильником в скором будущем но на данный момент замечания больше вроде бы и нету все остальное всех все устраивает все всем довольны кто-то если в отдаленных городах там где нет возможности посмотреть эту машину в живую можете нам звонить можете написать машины у нас ходит практически по всей россии и я конечно обещать не могу но где-то что-то если надо мы можем показать в отдаленных городах скажем про его и центрах если это все таки по федеральным трассам можем где-то остановиться и показать рассказать вам водитель сможет показать рассказать про автомобиль непосредственно где-то на дороге так что звоните пишите спасибо за просмотр надеюсь я смог вам дать какую-то информацию но и более подробным возможно смогу рассказать вам уже по телефону или в переписке всего хорошего подписывайтесь на наш канал до новых встреч